Уважаемые коллеги, сегодняшняя наша лекция посвящена очень тяжелой теме, которая всегда вызывает какие-то сложности у студентов. Мы будем говорить сегодня о врожденных пороках у детей, о подходах к диагностике и лечению этой тяжелой патологии. Нужно сказать, что врожденные пороки сердца выходят на одно из первых мест по заболеваемости и причине смертности у детей. На этом слайде вы видите эмбриогенез сердечно-сосудистой системы. Закладка сердца и сосудов происходит в первые недели беременности, когда женщина еще может не знать о своей беременности. И если в этот момент на плод действуют тератогенные факторы, мы поговорим о них позднее, то тогда возникают те или иные врожденные пороки сердца и сосудов. Нужно сказать, что эмбриогенез и закладка сердечно-сосудистой системы происходит в шейном отделе плода. Вы видите те повороты, которые осуществляет сердце в грудной клетке. Если именно в этот момент действуют тератогенные факторы, то тогда возникают аномалии расположения сердца, так называемые эктопии кортис. Сердце может оставаться в шейном отделе, оно может проваливаться в брюшную полость через отверстия в диафрагме, и эти аномалии несовместимы с жизнью. Кроме этого, сердце может располагаться в правой стороне грудной клетки. Тогда такая патология называется декстрокардия. Нужно сказать, что такая патология декстропозиция, она может иметь несколько вариантов. Это правосформированное, леворасположенное, правосформированное, праворасположенное сердце и другие аномалии. Кроме этого, сердце осуществляет повороты. Вы понимаете, что первичная сердечная трубка, она растет в грудной полости, и размеры грудной полости, скажем так, незначительно изменяются. Поэтому сердце может располагаться в виде латинской буквы «С», то, что вы видите на этой картинке. Какая же анатомия сердца? Сначала сердце имеет двухкамерную структуру, двухкамерное строение. Межжелудочковая и межпредсердная перегородка растут навстречу друг другу. Если в этот момент на плод действуют тератогенные факторы, тогда возникает такая тяжелая врожденная патология, как трехкамерное сердце. Дрехкамерное сердце может быть в нескольких вариантах. Это общий или единственный желудочек и два предсердия. И может быть одно предсердие и два желудочка. Это крайний форм. Но перегородка может иметь дефекты. Поскольку межжелудочковая перегородка растет снизу вверх, то у детей недоношенных может не происходить ее рост и контакт окончательный с межпредсердной перегородкой. Тогда возникает высокий дефект межжелудочковой перегородки. Дефекты межпредсердной перегородки наиболее часто бывают в виде первичного дефекта и вторичного. Первичный дефект межпредсердной перегородки – это низкий дефект. Вторичный дефект – это дефект в месте овального окна. Клапаны. Вы помните, что клапаны сосудов, клапан аортальный и клапан легочной артерии трехстворчатый. Какие аномалии могут быть здесь? Наиболее частая аномалия – это двухстворчатый аортальный клапан, когда клапан имеет две створки. Если они хорошо смыкаются, нет регургитации, мы говорим о том, что эта патология не требует оперативного вмешательства. Иногда двустворчатый аортальный клапан, он плохо смыкается, на аорте возникает регургитация крови, тогда эта патология требует лечения хирургического. Как правило, это так называемая операция РОСА, когда берут хороший клапан, здоровый клапан легочной артерии и пересаживают его в аортальную позицию. А на легочную артерию ставят заслонку. Дело в том, что мы дальше будем говорить о давлении в камерах сердца и в сосудах. И будет понятно, что аортальный клапан должен быть абсолютно анатомически и морфологически здоровым, чтобы удержать то большое давление, которое между левым желудочком и аортой. Здесь мы видим, как происходит гемодинамика в полостях сердца. И я хочу напомнить вам анатомию и строение клапанов и сосудов. Вы видите, что клапаны между левым предсердием и левым желудочком двустворчатые. Они крепятся к папиллярным мышцам при помощи хардальных нитей. Трикоспидальный клапан. Здесь на этом рисунке вы видите только две его створки. Третья створка септальная. Она прилежит к межжелудочковой перегородке. Также крепится к папиллярным мышцам. Я хочу напомнить вам большой и малый круги кровообращения. Вы сейчас видите это на данном слайде. Вспоминайте, что большой круг кровообращения начинается из левого желудочка. Восходящая дуга аорты, нисходящая аорта. От дуги аорты отходят три сосуда. Это сонная артерия, подключичная артерия, тронкус брахиоцефаликус, Которые несут кровь к верхней половине туловища и головному мозгу. Большой круг кровообращения заканчивается в правом предсердии В падении верхней и нижней полой вены. Вот эту схему вы должны знать обязательно. На этой схеме показана сатурация крови в полостях и давление. Самое высокое давление в левом желудочке. Вы можете измерить давление в левом желудочке с погрешностью плюс-минус 5 мм штутного столба. Вы измеряете это давление, измеряя его на верхней конечности. То есть давление в левом желудочке системное. Давление в правом желудочке гораздо ниже. Оно равно давлению в легочной артерии. Вы видите это на схеме. Оно должно быть не больше 30 мм штутного столба. Все, что больше, это уже говорит о легочной гипертензии. Давление в левом предсердии низкое, для того, чтобы кровь из нижней полой вены самотеком поступала в правое предсердие. В правое предсердие впадает и верхняя полая вена, которая несет кровь от малого круга кровообращения. Эта схема вам должна быть хорошо знакома. Здесь на этой схеме показано кровообращение плода. И особенности этого кровообращения вы должны знать. Вы видите, что артериальная кровь от плаценты поступает в печень. Печень плода имеет чистую артериальную кровь. И это очень важно, потому что печень внутриутробно играет очень большую функцию. Она выполняет функцию кроветворения. Поэтому печень снабжается чистой артериальной кровью. Вы должны знать следующую особенность кровообращения плода, что есть так называемые фитальные коммуникации. К фитальным коммуникациям относятся арансия в проток. Через арансия в проток часть крови поступает в нижнюю полую вену. После рождения ребенка через некоторое время арансия в проток закрывается, аплитерируется и превращается в круглую связку печени. Дальше кровь поступает в правое предсердие. Причем здесь есть очень большая особенность. Кровь, которая поступает из верхней полой вены, и кровь артериальная, которая поступает из нижней полой вены, они в этой полости, в полости правого предсердия практически не смешиваются. Наиболее артериализованная кровь поступает потоком через овальное окно. Это еще одна коммуникация в левое предсердие. А кровь из верхней полой вены поступает в правый желудочек, уже смешиваясь с артериальной кровью. Это вы видите цветом. Итак, следующая фитальная коммуникация, которую вы должны знать, это овальное окно. Овальное окно нужно не путать открытое овальное окно и функционирующее овальное окно. У его анатомической структуре вы более подробно будете разбирать на практических занятиях. Следующая фитальная коммуникация это баталов проток или артериальный проток. Артериальный проток соединяет легочную артерию и аорту. Причем впадает баталов проток в аорту ниже отхождения сосудов, о которых мы говорили, трех сосудов, которые несут кровь к верхней части туловища и головному мозгу. Поэтому головной мозг имеет кровоснабжение в большей степени артериализованной крови. А вот уже в нисходящую аорту идет и в большой круг кровообращения идет смешанная кровь. Баталов проток с первым вдохом ребенка перестает функционировать. Сначала он спазмируется, закрывается и затем облитерируется. Если баталов проток не облитерирован, то тогда возникает такой врожденный порог сердца, как открытый артериальный проток. Я уже говорила вам о том, что врожденные пороги сердца выходят на первый план среди сердечно-сосудистой патологии у детей. Для того, чтобы вовремя поставить этот диагноз, нужна пренатальная диагностика. И здесь вы видите задачи педиатров, задачи гинекологов, перенатологов, узистов, которые мы ставим перед ними на выявление врожденной сердечно-сосудистой патологии плода. Женщина беременная в обязательном порядке должна своевременно встать на учет диспансерный. Для того, чтобы была своевременно проведена пренатальная диагностика, особенно в группу риска входят беременные, у которых уже есть сердечно-сосудистая патология, диффузные болезни сытной ткани, хроническая вирусная инфекция. Вы знаете, что такое торч-инфекция. Женщина обязательно должна быть обследована. Урогенитальная инфекция. Женщины, которые принимали медикаменты, имели какие-то профессиональные вредности и другие. Под пристальным вниманием также находятся беременные с отягощенным семейным анамнезом по врожденным порокам сердца. А также первородящий старше 38-40 лет. В описательном порядке мы рекомендуем медико-генетическое консультирование семьи, потому что врожденные пороки сердца могут входить в составляющие в различные генетические синдромы. Фетальная эхокардиография. Вы видите, что фетальная эхокардиография позволяет при необходимости сделать амниоцентез, то есть взять околоплодные воды на диагностику различной генетической патологии. На левой части слайда вы видите метод, который называется кардиотокография. Врач может не только услышать сердцебиение плода, но и записать электрокардиограмму плода для того, чтобы выявить различные нарушения ритма, которые возникают внутриутробно. Пороки сердца, которые обязательно должны быть определены при фетальной диагностике. Это такие тяжелые пороки, как гипоплосия правого и левого желудочка. Это дефекты межжелудочковой перегородки, большие и средние. Атриовентрикулярная коммуникация или открытый атриовентрикулярный канал. Это тетрадофолол, это общий артериальный ствол, выраженные или критические легочные и артальные стенозы. И такой порог, как транспозиция магистральных сосудов. Это очень важно, потому что диагностировав такие пороки при фетальной диагностике, вы должны определяться с тактикой ведения этой беременности. При необходимости направить беременную женщину на родоразрешение в такие роддома, которые находятся недалеко от кардиохирургических центров. Чтобы новорожденному ребенку можно было своевременно, в первые сутки, а иногда и часы, оказать неотложную кардиохирургическую помощь. Здесь перечислены фетальные аритмии, то есть аритмии, которые могут развиваться у плода. Вы видите, что они практически такие же, как возникают после рождения. Наиболее часто это суправентрикулярная экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, трепетание предсердий, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия. И особенностью является полная врожденная адриовентрикулярная блокада. Особенно полная врожденная адриовентрикулярная блокада должна быть диагностирована обязательно пренатально, потому что это патология, которая требует немедленного вмешательства, как правило, после рождения ребенка. Мы, педиатры, говорим, что в родильном доме обязательный электрокардиографический скрининг новорожденных должен быть проведен. То есть необходимо, чтобы у новорожденного был электрокардиографический паспорт. Электрокардиограмма новорожденного вкладывается в диспансерную амбулаторную карту, чтобы можно было, кроме того, что увидеть патологию, которая требует немедленной коррекции, можно было выявить такую патологию, как врожденная полная адриовентрикулярная блокада и оказать ребенку помощь. Если есть необходимость, то проводится ультразвуковое исследование сердца новорожденного. При диагностике критических пороков необходима транспортировка новорожденного с врожденным пороком сердца в отделение реанимации либо в кардиохирургическую клинику. Теперь очень важный момент, на котором я бы хотела сделать акцент. Это классификация врожденных пороков сердца. Дело в том, что классификации, которые вы можете найти в учебниках, классификация, например, по мартуру, пороки с обеднением, с обогащением малого круга кровообращения, синие пороки, белые пороки – это все уже ушли классификации в прошлое. И вы должны пользоваться теми классификациями, которыми пользуется весь мир для того, чтобы разговаривать с кардиологами и с кардиохирургами на одном языке. Итак, первая группа пороков – это стенотические или обструктивные пороки левого сердца. Стенозы могут быть на различных уровнях. Это аортальный стеноз, который может быть подклапанным, клапанным и надклапанным. Это коорктация аорты и ее крайняя форма – перерыв дуги аорты. Это синдром гипоплазии левого сердца. Сюда относятся врожденный метральный стеноз и его крайняя форма – атрезия метрального клапана. А также синдром Шона – это совокупность обструкций левых отделов сердца. Это метральный стеноз, аортальный стеноз и коорктация аорты. В эту же группу относятся стенозы легочных ген. Стенотические или обструктивные пороки правого сердца. В первую очередь это стеноз легочной артерии на различных уровнях. Точно так же клапаны, надклапаны, подклапаны. И крайняя степень выраженности стеноза – это атрезия легочной артерии без дефекта нежелудочковой перегородки. Гипоплазия правого желудочка с гипоплазией или крайней формой – атрезией трикоспитального клапана. Тетрадофолом с выраженной гипоплазией или атрезией легочной артерии. Я хочу вам напомнить, что тетрадофолом включает в себя стеноз или атрезию легочной артерии на различных уровнях. Это высокий дефект межжелудочковой перегородки. Это декстра – позиция аорты. Образно говорят, что аорта сидит верхом на межжелудочковой перегородке. Она получает смешанную кровь из правого и из левого желудочка. И последний, так сказать, фактор – это гипертрофия правого желудочка. Гипертрофия правого желудочка является следствием стеноза легочной артерии. Шунтовые пороки. Шунтовые пороки делятся на две группы. Шунтовые пороки с перегрузкой правого желудочка. В первую очередь, это дефект межпредсердной перегородки. Он может быть как изолированный, так и в сочетании с частичным аномальным дренажом легочных вен. А также полный аномальный дренаж легочных вен. Следующая группа пороков – это шунтовые пороки с перегрузкой левого желудочка. Сюда относится дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток или открытый боталов проток, дефект аорта легочной перегородки и открытый атриовентрикулярный канал или атриовентрикулярная коммуникация. Какие же особенности имеют рожденные пороки сердца с левосторонними обструкциями? Эти пороки имеют следующие особенности. Они проявляются сразу после рождения. Для них характерно критическое состояние с быстрым нарастанием симптомов. Клиника кардиогенного шока, отека легких и различного вида ритмин. Какие же клинические проявления при левосторонних обструкциях? Они обусловлены низким сердечным выбросом. Это ослабление или полное отсутствие пульса на периферии. Вы помните, что определение пульса на бедренной артерии входит в обязательные протоколы осмотра ребенка, начиная с периода новорожденности. И если пульс на бедренной артерии ослаблен или он отсутствует, мы можем заподозрить такой тяжелый врожденный порок сердца, как карактация аорты. Сюда относятся аденомия, бледность, холодные конечности, одышка с втяжением межреберных промежутков, могут быть двусторонние разнокалиберные хрипы, тахикардия, а также, что важно, сниженная периферическая тканевая перфузия. Время капиллярного вострата более трех секунд. Если вы давите на ногтевое ложе, то более трех секунд будет время капиллярного вострата. Различные аритмии и метаболический ацидоз, как следствие низкого сердечного выброса. При аускультации вы можете услышать нежный систолический шум, который обусловлен стенозом на том или ином уровне, но чаще всего шум открытого артериального протока будет эти шумы заглушать. То есть аускультация не специфическая. При данной группе пороков будет низкое артериальное давление, которое будет обусловлено низким сердечным выбросом. Сатурация крови кислорода будет снижена умеренно. 78-85%. Развивается метаболический ацидоз. Еще раз повторюсь, электрокартиограмма будет без специфических изменений. На рентгенограмме умеренное расширение тени сердца, усиленный легочный рисунок. К врожденным порокам с правосторонними обструкциями, которые приводят к критическим состояниям, относятся это гипоплазия или атрезия легочной артерии без дефекта межжелудочковой перегородки. Это гипоплазия правого желудочка с гипоплазией или атрезией трикоспидального клапана. А также тетрадофолом с атрезией легочной артерии или выраженной ее гипоплазией. Какие же клинические проявления при правосторонних обструкциях? Они обусловлены гипоксимией. Если левосторонняя обструкция – это был низкий сердечный выброс, то при правосторонних обструкциях – гипоксимия. Клиническим проявлением будет одышка, выраженный цианоз, это может быть тахикардия с частотой даже более 180 в минуту. Увеличение печени наступает постепенно и это необязательный симптом. Какие же клиникодиагностические признаки? Опять-таки, аускультация будет не специфическая. Систолический шум, систолидиастолический шум функционирующего открытого артериального протока, артериальное давление будет неизменено, а вот сатурация крови кислорода будет снижена значительно. Она может быть даже ниже 60%. Опять-таки, развивается метаболический ацидоз, сниженная периферическая тканевая перфузия, время капиллярного возврата менее 3 секунд, то есть симптом белого пятна, электрокардиограмма без специфических особенностей, на рентгенограмме умеренно расширенная тень сердца, в основном за счет правого предсердия, что будет характерно, это вогнутый сегмент легочной артерии, учитывая стеноз и обеднение легочного рисунка, так как в малый круг кровообращения поступает малое количество крови. Очень важная классификация врожденных пороков сердца представлена на данном слайде. Эта классификация предложена в зависимости от функционирования артериального протока. Есть две группы пороков. Это дуктус-зависимые пороки и дуктус-независимые пороки. От чего же зависит, что зависит, почему дуктус-зависимый? Так вот, от функционирования боталового протока в данном случае зависит жизнь ребенка. И как только закрывается артериальный проток, ребенок может погибнуть, умереть. Первая группа – это дуктус-зависимые пороки, когда боталов проток обеспечивает легочное кровообращение. В эту группу входят такие пороки, как отрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки небольшим или интактной межжелудочковой перегородки, врожденные пороки с резким легочным стенозом, а также транспозиция магистральных артерий. Транспозиция магистральных сосудов – это порог, при котором сосуды перепутаны. То есть, легочная артерия берет начало от левого желудочка, а аорта берет начало от правого желудочка. И если эти два замкнутых круга кровообращения не перемешиваются, то, естественно, это приводит к смерти ребенка. А также дуктузависимые пороки с обеспечением периферического кровообращения. Сюда относятся перерыв дуги аорты, когда дуга аорты заканчивается слева. Это синдром гипоплазии левого сердца, а также резко выраженная коорктация аорты. К дуктузу независимым порокам относятся остальные пороки. Дефектные желудочковой перегородки, дефектный шприцердный, общий артериальный ствол, тотальный аномальный дренаж легочных вен, артериальный стеноз, легочные стенозы. Вы должны знать те пороки, которые проявляются резко выраженным ценозом. Мы говорим, что это 5Т и 2С для лучшего запоминания. 5Т – это транспозиция магистральных сосудов, это тетрадофолло, это трикоспедальная атрезия, атрезия трикоспедального клапана, это тронкус артериозус, общее артериальное ствол, тотальный аномальный дренаж легочных вен, а также два стеноза. Это критические стенозы легочной артерии и аорты. Итак, если вы видите ребенка с ценозом, вы должны подумать именно об этих пороках. Для того, чтобы отдифференцировать цианатические врожденные пороки сердца новорожденных от бронхолегочной патологии, которая может быть у новорожденных, это может быть патология легких такая, как внутриутробная пневмония, это могут быть пневмопатии, это может быть дефицит сурфактанта, особенно у недоношенных детей. То есть различная бронхолегочная патология, при котором также возникает цианоз кожных покровов. Для того, чтобы отдифференцировать цианатические пороки, проводится так называемый кислородный тест. Кислородный тест заключается в том, что ребенку дают несколько вдохов кислорода, измеряя при этом сатурацию до вдоха и после вдоха. Если цианоз связан с бронхолегочной какой-то патологией, то сатурация кислорода в крови после кислородного теста будет повышаться до 100%. Если этот цианоз связан с врожденным пороком сердца тем или иным, то сатурация кислорода в крови повышаться не будет или она будет повышаться незначительно. Вы должны знать одну очень важную вещь, что при дуктус-зависимых пороках кислород, если вы его даете не для теста несколько вдохов, а вы даете его постоянно, а первое желание увидеть в синего ребенка сразу же подключить его к кислороду, то при дуктус-зависимых порок этого делать нельзя, потому что кислород сразу же приведет к спазмированию боталового протока и состояние ребенка ухудшится вплоть до летального исхода. То есть прежде чем давать ребенку кислород с лечебной целью ребенку с цианозом, вы должны исключить дуктус-зависимые пороки, чтобы ребенку не навредить. Какая же ваша тактика ведения новорожденных с ВПС в критическом состоянии? Во-первых, это мероприятие направлено на восстановление адекватного дыхания, обеспечение проходимости дыхательных путей. По поводу кислородной терапии мы с вами уже говорили, ни в коем случае не дается кислородная терапия при дуктус-зависимых пороках. Мероприятия направлены на восстановление обменных процессов. Они здесь перечислены. Такой ребенок должен находиться в тювезе, либо на согревающих матрасах. Обязательно вы должны обеспечить внутривенный доступ для проведения как паралитерального питания, так и внутривенной капельной терапии при признаках обезвоживания и для коррекции кислотно-щелочного состояния. Обязательно коррекция уровня глюкозы крови. Мероприятия, которые направлены на восстановление гемодинамического равновесия. Мониторировать необходимо артериальное давление. При снижении систолического давления назначается допамин из расчета 5-10 мг на килограмм в минуту через инфузомат. Обязательный мониторинг электрокардиограмм. При развитии брадиаритмии проводится коррекция кислотно-щелочного состояния или искусственная вентиляция легких. При необходимости вводится атропин. Обязательно проводится мониторинг центрального венозного давления. При необходимости, при возрастании его вы можете ввести мочеконный, а именно лазикс, фуросемит из расчета 1 мг на килограмм массы. Если вы видите, что порог доктуз-зависимый, вам в описательном порядке нужно сделать все, чтобы открытый артериальный проток не закрылся. Это очень важная вещь и для обеспечения проходимости открытого артериального протока, то есть для поддержания его в рабочем состоянии вводятся простагландины. Вводится простагландин Е, то есть вазопростан или алпростан через инфузомат постоянно до момента поступления ребенка в кардиохирургическую клинику. А вот дальше это транспортировка новорожденных с критическими пороками сердца в кардиохирургическую клинику. Транспортировка должна быть осуществлена реанимационной бригадой. По протоколу это специально оснащенный реанимобиль. Или, как это делаем мы, поскольку кардиохирургические клиники, в которые мы направляем, учитывая, что кардиохирургии в Крыму нет, мы отправляем на операции в кардиохирургические федеральные центры. Это может быть центр Алмазово в Санкт-Петербург, это центр Бакулева в Москве, это могут быть клиники кардиохирургические Краснодара. Если в Краснодар мы имеем возможность отправлять детей вертолетом, у нас есть площадка в Республиканской детской клинической больнице, чтобы принимать вертолет, мы отправляем в Краснодар. если это федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга, то мы тогда отправляем специальным авиатранспортом. Санавиация прилетает самолет и транспортирует детей в клинике. Нужно сказать, что тетрадофало это такой порог, который может проявляться одышечно-ценатическим приступом. В какой-то момент у ребенка может наступать инфандибулярный спазм, который приводит к тому, что ребенок становится беспокойным. Маленькие дети поджимают ноги к животу, более старшие дети присаживаются на корточки, чтобы повысить внутрибрюшное давление и улучшить циркуляцию крови. одышечно-ценатические приступы мы практически уже не видим, потому что диагностика у нас в основном пренатальная. Мы очень вовремя можем оказывать помощь, но в вашей практике может случиться всякое. И если вы видите ребенка в одышечно-ценатическом приступе, то вы должны уметь оказать ему помощь. На первом месте про протокол стоит оксигенотерапия, но я хочу сказать, что она может быть неэффективной из-за инфандипулярного спазма. И сколько бы вы не давали ребенку кислород, насыщение крови кислородом в полной мере не происходит. Ребенка нужно седатировать, конечно, коррекция ацидоза, но самое главное это снятие инфандипулярного спазма. Для этого применяют бета-адреноблокаторы пропронолол или обсидан из расчета 0,1-0,2 миллиграмма на килограмм массы ребенка внутривенно. Кроме того, если давление артериально падает, обязательно необходима кардиотоническая поддержка. Коррекция температуры тела, коррекция ацидоза проводится 4% гидрокарбонатом натрия, но вы должны помнить, что в обязательном порядке эту коррекцию проводят под контролем кислотно-основного состояния крови при помощи такого аппарата, как микроаструб, потому что вы можете ацидоз перевести в алкалоз и тогда уже из алкалоза вам его вывести будет затруднительно. Кроме того, вы должны обязательно понимать, какой характер легочного кровотока и дуктус зависимый это порог или дуктус независимый. Проводится коррекция объема циркулирующей крови. Мы должны увеличить объем циркулирующей крови при сниженном легочном кровотоке и уменьшить при увеличенном. Поэтому вводится в первом случае глюкоза, во втором случае для уменьшения мочегонные препараты. Ну и то, о чем я уже говорила, инфузия простагландинов группы Е у дуктус зависимых больных. У дуктус независимых оксигенотерапия, использования инотропов, если есть сопутствующая сердечная недостаточность, в крайнем случае применяется искусственная вентиляция легких. Но это еще раз повторюсь, крайний случай, потому что подключить к аппарату искусственной вентиляции легких ребенка проще, чем потом его снять с этого аппарата. При транспозиции магистральных артерий выполняется закрытая адриусептостамия. Что это такое, мы будем говорить дальше. Какие же современные подходы к хирургическому лечению врожденных пороков сердца? Операции при врожденных пороках сердца делятся на открытые операции и закрытые, а также радикальные и палеотивные, то есть вспомогательные. Есть такие пороки, при которых радикально исправить порок и вернуть нормальную анатомическую структуру сердцу невозможно, тогда применяются палеотивные или облегчающие состояние бойного манипуляции. Открытые операции проводятся все с аппаратом искусственного кровообращения. Здесь вы видите снимок из операционной, где специальный врач-перфузиолог, который работает только с аппаратом искусственного кровообращения. к закрытым операциям или эндоваскулярным операциям, а они сейчас все больше выходят на первый план, относятся баллонная вальвула пластика аортального, легочного и метрального клапана. Вальвула пластика проводится при стенозах этих засудов. баллонная ангиопластика коорктации аорты, а также ангиопластика проводится при стенозе ветвей легочной артерии. Сейчас все больше на первый план выходит транскатетерное закрытие дефектов перегородок окклюдерами или амплацерами. В основном это касается дефекта межпредсердной перегородки, но в некоторых клиниках уже проводят закрытые операции и дефектов межжелудочковой перегородки. на левой части слайда вы видите баллоны, а на правой части слайда вы видите окклюдеры, амплацеры, то есть заплата ставится. Кроме того, есть такая методика эмболизации койлом открытого артериального протока и коллатерали. Койл это пружина, которая ставится в открытый артериальный проток, затем она как бы зарастает, фибрином покрывается и таким образом открытый артериальный проток закрывается. Последние достижения это эндоваскулярная имплантация клапанов аорты и легочной артерии, то есть искусственные клапаны можно поставить эндоваскулярно, а также диагностическая биопсия эндо и миокарда. Стентирование что такое стентирование вы знаете в основном вы знаете этот термин по взрослой кардиологии когда ставятся стенды при ишемии миокарда при стенозах коронарных артерий они стентируются чтобы предотвратить инфаркт миокарда но в педиатрии также используется стентирование сосудов в основном ставится стенд в артериальный проток для того чтобы поддержать его в рабочем состоянии закрытые операции проводятся после катодеризации сердца я хочу сказать что такая методика как катодеризация сердца она уже уходит в прошлое так как появились новые методики это компьютерная томография сердца магнитно-резонансная томография но иногда нужно получить информацию о гемодинамике исследовать газы крови тогда действительно проводится катодеризация сердца здесь вы видите рентген операционную рентген операционную вы видите ребенка который под наркозом лежит на операционном столе и проводится эндоваскулярная процедура здесь на этом слайде вы видите как вводится контраст в легочную артерию где прекрасно визуализируются сосуды можно увидеть ту или иную патологию здесь контраст виден в аорту вы видите восходящую часть ее дугу с отходящими от аорты сосудами прекрасно визуализируется нисходящая часть то есть можно замечательно увидеть все структуры еще раз повторюсь если есть возможность делать магниторезонансную терапию то тогда конечно преимущество дается ей вот сейчас вы видите сейчас еще раз попытаюсь включить этот фильм не включается сейчас еще раз значит вы увидите очень короткий фильм где введен баллон этот баллон раздувается и вы видите как устраняются стенозы при помощи баллонной процедуры вот этот баллон растутый который помогает устранять стенозы те или иные вот контраст вводится контраст и прекрасно визуализируется анатомия всех сосудов легких и так палеотивные операции у новорожденных 70% операций носят палеотивный характер на первом месте это баллонные процедуры мы их увидели это дилетация легочного или аортального клапана в брехстенозах а также закрытая баллонная атреусептостемия по Рашкинду или процедура Рашкинда процедура Рашкинда проводится в основном при транспозиции макистра сосудов с интактной межжелудочковой перегородкой когда нет сообщения между кругами кровообращения тогда специальным баллоном разрывают межпредсердную перегородку искусственным образом создают сообщения между большим и малым кругами это процедура Рашкинда процедура Рашкинда в последнее время она проводится уже даже не в операционной при наличии хорошей палаты интенсивной терапии можно проводить эту процедуру под контролем ультразвукового аппарата следующая процедура это наложение межартериального шута так называемый анастомоз блелокотаусик при врожденных пороках сердца с обедненным легочным кровотоком анастомоз блелокотаусик накладывается между аортой и легочной артерией через этот анастомоз кровь из аорты поступает в малый круг кровообращения и позволяет сохранить жизнь ребенку при пороках с увеличенным легочным кровотоком наоборот нам нужно чтобы кровь не заливала легкие нам нужно сузить легочную артерию провести так называемый бендинг легочной артерии тогда на легочную артерию накладывается так называемая манжета чтобы ограничить поступление крови в легкие и я хочу закончить свою лекцию тем что вы будете первым звеном которое будет сталкиваться с детьми и от вашего внимания от вашей настороженности зависит очень многое то есть вы должны заподозрить врожденный порог сердца увидеть его симптоматику и сразу же направить ребенка в специализированное лечебное учреждение где этим ребенком дальше уже будут заниматься специалисты детские кардиологи и при необходимости детские кардиохирурги я думаю что более детально такую сложную проблему как врожденные пороки сердца мы с вами будем разбирать на практических занятиях спасибо за внимание спасибо 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 смотрите тем более это четвертый курс на шестом там другая лекция там более расширенная более это